всем привет я уже отработала вы знаете мы сейчас идем в носок какой-то на день рождения идем у подруги день рождения блин вот у подруги день рождения у ольги мы идем в ресторан и так как мне нужно сейчас чарли отвезти домой кстати серьги новое дело как вам заехать поехать за мужем чтобы он там тоже переоделся в общем делов еще дофига и народ как всегда прет и прет и прет вот не как всегда как вы знаете западлянка такая когда не нужно никуда спешить никого нету все так спокойно в общем парочку отшила конечно как говорится но душе тяжело все-таки деньги да но одна точно придет ко мне во вторник они здесь местные а девочка одна нет она так как говорится непостоянная хотела подстричься но я бы не успела в общем один раз живем как бы деньги деньгами отдыхать тоже нужно вот такая гора у нас а я что-то взяла путь такой машина еще не рядом не было места поставить пойдем тут пришлось всю деревню обходить в общем вот так бегом бегом накрасил все красиво вот осталось только пододеться немножко идти гулять вот наша именинница красивая ну-ка кудри-то покажи ой ну красавица курящий но и так всегда но сну красавица все ну давай фотку тебе делать на тебе 28 как всегда 18 мало еще в голове с каждым годом все по уменьшение ну не важно куда-то ведут на улицу на 15 человек нам надо смотрите вот вот такой ресторанчик тут очень много залов штуки три наверное и тут куда-то сюда здесь прохладно он нэн в последних последний он туда идем именинница за 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 в главе стола а смотрим там можно играть там можно играть ребятишкам прикольно только прохладно только сегодня родилась вот есть не знаю на что наверное не хочет на него что ты не хочешь на тот стул на твой ты уже ты на это не хочет она но я тебе тогда на коленке посажу где садимся так где хотим платики принесли там наши девчонки красивые они нам раздают салат вкусненький короче начиная большую зуб из морепродуктов принесли мгрови так что мы кушаем всем приятного аппетита мы сейчас подарок будем дарить мы купили ей от всех да и тут мазать как надо вложили денюжку и подарили я думал тебе ничего вам дать я правда даже еще не вижу я желаю чтобы твоя жизнь была такую же крометитой и крепкой как этот подарок вау что ж там такое диаманты что ли прям заинтриговала сворачиваемся ха 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 нет заодно и обмоем а чё вот вырвит ее господи я ничего или отнесешь обратно вот вот ой что то красивое гриния панагурин я сказала длинный красивый крепкий гриния панагурин но Вау, что это такое? Красивое. Красивое. Носите на здоровье. Обмыть надо, обмыть. А что в твой то? Аня, ты сдала? Почему она ничего не одела? А почему это она не одела ничего? Ну все, молодец. Это же золото. Пусть бегут в нее клюжи пешеходы по лужам. А что тихо-то? Шепот там-то. Ясно прохожен. Я так рельня похожа. Почему я веселый такой? Таня привезли. Я могу тебе сказать, что рельпуры нету. Они сказали только две варианта. Или манча, или манча. В общем, нам рыбу вот такую принесли. Вкусняцкую. На гриле. Мы что-то сегодня все по рыбе. Таня вскоре подарила. Смотрите, она сделала своими руками. Все аккуратней. Обалдеть. Фотосессии по делу своей. Какая красота. Это же надо. Вот откуда руки растут правильно. А это нам шоколадный торт принесли. А если за евренька. Тут фотосессии. Я почему-то не поняла, почему они в том углу все хотят фоткаться. Уже 150 фоток сделано. Так что заходим все в инстаграм. И там смотрим фото. Не забываем. А я пошла. Фоткаться. Поели. Теперь идем разгружаться всей нашей толпой. Будем на пляже гулять. Погода у нас вот такая вот сегодня. Пасмурная именинница идет зевать. Здрасте, Оль. Приехали. Каблучище напялила. Смотрите, какая замечательная. Ветра нет и то хорошо. Сейчас погуляем, пофоткаемся немножечко. Ой, а там прям волны на той стороне. У нас тут такая фотосессия. Буду писташки. Они там какую-то уже настоечку пьют. Вкусняшку. Дура баба. Ай, ну что ты мне все развиваешь? Ты что? Доброна, как говорится. Смотрите, какая у нас красивая погода. Фотосессия у нас. Фотки уже все в инстаграме. Так что заходим, подписываемся. Так. Вот так. Еще гуляем. Смотрите, какая тут красивая лодка. А Таня у нас сфотка. Ну подожди, да я сниму для моих любимых зрителей. Какая красота. Красиво, да, Кать? Да. Красота какая, а? Я наконец-то дома. Я так замерзла. На пляже там такой бубильник, что я сейчас сделаю себе чаю и буду пить вкусный горячий чай. Я еще что-то как-то легко одела, знаете. Думаю, все-таки днем было тепло. Так классно. А потом вдруг прохладно стало. Так. Какой бы мне чай выпить? Сейчас буду еще чай. А, нет, у меня зелье. Надо выпить чай. В общем, буду искать, с чем бы выпить чай. Ну с чем это точно понятно, что ни с чем. Клубничку поесть. Пришла. Нет, мы просто довольно-таки долго гуляли. Наверное, часа три гуляли. Представляете? Как я замерзла. Поэтому уже хочется что-то перекусить. И что-то, чем-то согреться. Что-то я не могу найти. Может быть, он у меня закончился. Что вполне возможно. Чай с имбирем. Наверное, у меня закончил. Придется пить. Пишневый. Надо купить с имбирем. Потому что он сейчас актуален в такую погоду. Нам еще передают похолодание. Вы знаете, так как я сегодня после обеда не работала. У меня такое ощущение, что завтра уже понедельник. То есть, что сегодня был такой день выходной вроде бы как. А завтра понедельник. А потом, когда вспомнишь, что завтра воскресенье, и прям так радостно становится. Можно уже поспать. В общем, выходные еще не начались. Но у меня уже такое ощущение, что они прошли. Странные. Ладно. Буду чайок. И включу, наверное, сериальчик. Немножко посмотрю. Вы знаете, вчера намного теплее было на улице и дома. И прям даже, знаете, ночью я этой ночью включила обогреватель дома. Ну, в спальне. И потом его выключила, потому что у меня запарилась. А сегодня дуба. И вообще, знаете, вот эта вот электрическая, как подушка, да, эта вещь. Во-первых, она сама выключается. И тут вот есть режим. Это вот для слепых. Видите, тут я ставлю на три. Причем, когда я ухожу, и вот тут, и на нее сверху сажусь. И вот так тепло. А когда я ухожу, там куда-то на кухне или что-то еще. Чарли просек, что там тепло. И ложится такой сам на нее. Мне так смешно так было. Я так выхожу, а он там на ней лежит вообще. Я, в общем, сейчас смотрела. Там ютубе ковырялась. Вот. И замерзла. Говорю, пойду кофейку попью. А еще вот у цветов, я их пересадила. И вот старые листья, которые вот старые, они начинают желтеть. Видите? И потом их придется отрезать. Ну, я читала о том, что оно так и должно быть на том, что побольше. Вот этот у меня побольше цветок. Вот. Видите? И вот тут вот у него были вот такие большие листы. И они уже все, я их отрезала. Походу, что вот этот тоже будет. Ну, вот видите, он желтеет, и потом его приходится отрезать. Это вот они старые. А вот новые растут. Вот. И так вроде бы как. И надо. Тут у меня фиалочка. Тут было больше намного листиков, но они почему-то тоже сдохли. Ну, два есть. Не знаю почему. На-на-на. Вот. Пойду сейчас, знаете, что наведу. Наведу. Что-то горяченького хочется выпить. Но кулакао это как бы сильно калорийно на ночь. А вот цикорий я бы выпила, наверное. Вот. Чтобы сугреться. Потому что чай, что-то не охота мне чай. Утром чай, в обед чай, вечером чай. А еще у нас у соседа, помимо собаки, сегодня какие-то дети появились. Соседу где-то лет двадцать, наверное. То есть дети, не знаю, то ли брат маленький или еще что-то. И они, знаете, где бегали? По коридору. По подъезду. Прям с собакой там такие, с оружием. Ну, детским. Естественно. С пистолетами там. Он им кричал. Детям, наверное, где-то по шесть-семь лет. Руки вверх. То есть так нормально, да? По... Бегать собака там с ними это. Бегать по подъезду. И вот так играть в эти войнушки, скажем так. Мой Чарли тоже, как говорится, вон там вон встал около двери. И не пропускал их, да? И тоже начинал с ними гавкать. Ему бы поиграть с ними, но никто его не звал. Да, никто его не звал. Ой, ой, ой. Знаете сразу, что тебе мути? На. Вот такие. Вчера ему какие-то купила непонятные маленькие штуки. И вот он их зрет. Ну, сейчас все успокоилось. И они куда-то ушли, по-моему, гулять с собакой. В общем, весело у нас тут. Да. Вообще очень похолодало. И на улице посмотрим. Или я так замерзла, что не знаю, мне кажется, что похолодало. Вообще непонятно. Главное не заболеть. Болеть как-то не хочется. Завтра у нас воскресенье. Ура, ура, ура. Какие планы? Совершенно никаких планов нет. Даже не знаю, что будем делать. Ну, это естественно, с утра мы пойдем погуляем с Чарли на пляж. Ну, и может быть, нужно присоединиться уже. Посмотрим, поживем, увидим. А потом не знаю. Может быть, где-нибудь пиво попьем. С тапами. Хотя нет особого желания такого, чтобы куда-то идти и кушать где-то там. Нету. Но менее желания как бы нет. Нету и готовить. То есть готовить я тоже завтра ничего не хочу. Пока сидели там, в общем, в ресторане. А в ресторане, а в ресторане. Пару клиентов звонили. Знаете, так жабу дерет. Когда звонят, а я настроилась уже, что не пойду на работу. И прям жаба меня дерет. А что делать? То, блин, вот говорю, задгон подлости. Когда ничего нету, вот на прошлой неделе, например, была спокойная суббота такая. Никто ничего не горел, никто ничего как бы не спешил. В эту субботу всех приспичило. Блин. Ну, ладно, что поделаешь. Раз уж такие дела. Поптики мои. Что-то уже. Тут их становится меньше и меньше. Хурму я зато набрала. Вон, сколько мне ее скажут. Одна хурма. Феники, беники, ели вареники. Ну, не знаю, почему я всегда про феники так говорю. Феники, беники, ели вареники. Еще у меня с меркодона же я покупала себе. Помните, если вы помните. Ой, и у меня еще есть. В общем, вот такой салат морской, да. Его тоже надо как-то съесть быстренько. Он там с какими-то семечками непонятными. Чьи, может быть. Состав чего нету? Состав, состав. Какой-то гриб черный. Семечки тогда. В общем, очень хочется попробовать. Ну, может быть, в понедельник удастся его попробовать. У меня еще морская капуста есть. Я не знаю, когда люди все это едят. Потому что я ем, ну, вот так вот, основная еда у меня только вот обед. А потом так себе. Перекусы всякие, фрукты, овощи. То есть мясо или рыбу я ем всего лишь в обед. Я не знаю, как вот люди есть такие, которые ужинают там, допустим, ужин делают с, допустим, там, не знаю, грудку куриную обжаривают и едят. Если я буду на ночь есть, да, вот после шести, то у меня все эти, даже куриная грудка отложится на попе. Это уже доказано. Вот поэтому каждый организм у нас разный. И чтобы там мы сами все прекрасно знаем, куда у нас что откладывается. Вот если я вечером ем, у меня обязательно все это... Даже вот я, знаете, ела салаты овощные. Вот. И я все равно даже с них поправлялась. То есть ночью у меня вообще все откладывается. Даже воду пью, и она у меня на боках откладывается. Поэтому утром я тоже не ем, допустим, всякие там... Не то что... Колбасу какую-то, молбасу. Я ем один тост с маслом и с вареньем. Один. Вот такой. Вот. И кофе. Потом я съедаю какой-нибудь фрукт. И потом у меня обед. После обеда у меня идет опять фрукт. И все, больше как бы такого. Ну, на ночь могу съесть. Но опять на ночь. Часов семь. После восьми я точно уже сто процентов ничего не ем. Либо вот такие вот йогурты. Который просрочился. Его надо выбросить. Ну, вот. Вот нормально есть. Видите? Вот так вот я ем йогурты. Что они у меня просрачиваются. Вот. Но это до февраля. Хотя бы свежие. Вот такие вот. Видите? Они там ноль-ноль всего. Вот. И то есть... К чему я это говорю? Я очень сильно завидую, когда смотрю. Даже ппшные какие-то... Какие-то ппшные рецепты на ночь. Типа ужин. Там я ем рыбу на гриле. Или там я ем мясо на гриле. Немного соли без масла. Мне даже это отложится все на моих боках. Поэтому мне после... Вообще вот... Колбасы там никакие не говорится. То, что ем один раз в день. Ну, один раз в день. Мясо либо рыбу. То это нормально. И вообще, особенно я жалею. Это от сладкого. Но без сладкого я жить не могу. Поэтому у меня на завтрак всегда тост идет. С вареньем и с маслом. Ну, это так. Как говорится, ушла от темы. И просто я вот сейчас посмотрела там. Вот эти на ужин всякие там. Индейка. Туда-сюда. Очень завидую таким людям. И худеют. Худенькие. Вы знаете. Такие прям все... Я так не могу питаться. Поэтому говорю. Мы каждый знаем свой организм. От чего мы толстеем. От чего мы худеем. Ну да ладно. Не будем расстраиваться. Продолжать такой образ жить. Самое главное. Знаете что? Что покушал, то и сжег. Самое главное сжечь те калории, которые ты употребил. А там хоть, блин, торты ешьте целыми днями. Главное, чтобы их потом сжечь. Ну, чтобы их сжечь, нужно бегать, прыгать, заниматься много спортом. В общем, вот так. Вот я иногда съем пирожочек какой-нибудь. Тортик в 4-5 вечера, да, с кофейком. А потом 6 километров лишних. Гулять и бегать. Блин, я вас, наверное, уже замучила. Своими. Ммм, горяченькие, как вкусненько. Своими норовыми уменьшениями. Поэтому я никогда никому не учу. Никогда ничего не советую. Кому как худеть. Потому что мне кажется, что это бесполезно. У каждого организм свой. И уже с годами мы сами знаем, от чего мы толстеем, от чего мы худеем. И говорить, что там вот ешьте и это, ешьте то, мне кажется, это бессмысленно. Потому что, если я говорю, если я буду слушать многих и есть на ужин грудку куриную на гриле, у меня от этой грудки, знаете, какие грудки поползут. Причем у меня грудки не ползут, у меня бедра вот такой ширины, вот такой высшины. Да, растут. Все растет. Ммм, моя рыба. Всем пока-пока, до завтра. Всем пока-пока, 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 пока-пока. До завтра, спасибо, что вы с нами. И всех с крещением, друзья. Я все время забываю, хоть уже иное прошло. Всех благ вам, здоровья. Самое главное, это здоровье. Будет здоровье, будет все остальное. Пока-пока.